Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. В этом видео долгожданное обновление конструктора страниц Gridbox на Joomla 4. Наконец-то в Gridbox появилась возможность работать со структурой страниц. Этого очень давно не хватало в Gridbox, особенно если у вас длинная страница с вложенными колонками. Иногда очень тяжело добираться до настроек плагина, не всегда это получается. Приходится пользоваться правым кликом мыши. И даже несмотря на это, всегда не хватало вот этой структуры страниц. Теперь ни один плагин, ни одна колонка, ни одна секция не будет где-то глубоко зарыта. Мы всегда сможем легко получить к ней доступ с новым обновлением. Давайте в этом видео посмотрим, как работать со структурой страниц в Gridbox. Итак, в админке моего демо-сайта давайте сначала убедимся. Я пойду в компоненты Gridbox. Чтобы увидеть панель, структуру страниц, вы должны убедиться, что вот здесь у вас стоит последняя актуальная версия на момент записи этого видео. Gridbox 2.12.13. У меня все обновлено. Теперь я просто могу перейти в страницу, в любую страницу, и начать редактировать ее. Перехожу в режиме редактирования страницы, в визуальный редактор. Итак, давайте взглянем на нововведение. Во-первых, после обновления в режиме редактирования любой страницы Gridbox у вас вот здесь вот появляется иконка как раз-таки структуры. Если мы на нее нажимаем, появляется окно, которое вы тоже можете за шапку, вот за эту синюю плашку, да, перемещать по холсту. Например, если она где-то закрывает сайт, чтобы она не мешала. Закроем. Здесь всегда она будет находиться. Теперь. Вот у меня есть сайт. Элементы, плагины, секции, колонки. Например, я хочу вызвать ее. То есть, например, не искать через структуру. Мы сейчас это с вами разберем. А вот, например, есть у меня вот здесь вот строка. Я могу правой кнопкой мыши нажать по шестеренке, да, по любой причем. Вот здесь, здесь у меня. И появляется здесь новый пункт. Вот он, который вызывает также ту же структуру. Причем здесь она сразу ее подсвечивает в структуре вот этот элемент, по которым я кликнул. Сейчас мы с вами дальше будем разбирать. Давай сначала посмотрим возможности самого окна структуры. То есть, если у нас все свернуто, у нас изначально вот есть три папки. В них вложены всякие строки, колонки, плагины. Хеддер – это верхняя часть сайта. Пейдж – это вся страница. Все, что у меня здесь есть. И футер. Причем, если я кликаю прямо на папку футер, меня прокручивает к этому месту. Вот этот футер – это нижняя часть сайта. Соответственно, если я разверну, там я смогу увидеть все, что у меня есть. Секция. Разворачиваю дальше строка. Разворачиваю дальше колонка. И пошли плагины. Социальные кнопки и текст. Вот они, социальные кнопки, и вот он текст. Мы можем с вами и дублировать плагины для быстрой работы, редактировать, клонировать. И это все тоже можно сделать через структуру. Сейчас мы с вами с этим разберемся. Давайте посмотрим. Здесь вот есть такие три точки. Что они дают? Кликнув по ней, вы, во-первых, можете сделать, чтобы окно было, видите, залипало слева. То есть оно всегда будет находиться. Закрываю, если я по крестику, нажимаю. Вот оно опять появляется. Потом я могу выбрать, если мне это удобно, позиция структуры справа. Либо я могу опять вызвать окно, чтобы оно всегда было, так сказать, на плаву. Как раз то, о чем я сказал ранее. Теперь за счет вот этой структуры у вас больше не будет сложности, если вдруг вы не можете попасть в настройки конкретного плагина. Это бывает, когда сложное меню, когда внутренние вложенные строки. Иногда просто не добраться вот до этой шестеренки даже правой кнопкой мыши, потому что плагин перекрывает другой плагин. А теперь через структуру у вас теперь такой сложности вообще не будет. Давайте поговорим по поводу дублирования, клонирования, что здесь есть. То есть именно сейчас посмотрим футер. Вот вы видите социальные кнопки и текст. Смотрите, социальные кнопки прямо в структуре правой кнопкой мыши я могу кликнуть, копировать элемент. По нему опять кликаю правой кнопкой мыши, вставить. Смотрите, что происходит на холсте страницы. То есть это действие мы можем сделать и на холсте страницы, как обычно, но теперь это можно делать и в структуре. И видим, что здесь в структуре вот они два плагина. Я могу их в отдельности менять. Например, прямо отсюда из структуры правой кнопкой мыши я могу удалить. То есть то же самое действие, только через структуру. Далее, если я зайду в сам плагин, то есть редактирование. Смотрите, то же самое, что вот отсюда. Я захожу в редактирование плагина конкретно в социальных кнопках. Также и отсюда то же самое действие. Редактировать. Туда же я попадаю. Например, я скрываю на мониторе, чтобы социальные кнопки не отображались. Это у нас вот здесь, вы знаете, есть такой глазик. Кликнув по нему, мы видим эти социальные кнопки, если нам нужно опять их редактировать. Кликнув по глазику, мы опять скрываем, и на сайте их не видно. То же самое в структуре. Я вам просто демонстрирую, что глазиком тоже будет вот помечено, что этот элемент скрыт на странице. Я могу отсюда, если мне удобно, вернуть его в строй, этот плагин, чтобы он отображался на мониторе так же. То же самое строка. Я могу сделать это, либо копировать стили, либо копировать содержание. Опять правой кнопкой мыши вставить. Причем сейчас я копировал внутри строки именно социальные кнопки и текст. Давайте я отсюда вот удалю. Если же мне нужно всю вот эту синюю строку скопировать. Это секция здесь. Правая кнопка мыши. Копируя содержимое, опять правой кнопкой мыши по секции вставить. Я не просто скопировал два плагина. Вот они, да? Я скопировал вот они целиком, секции. Они подсвечиваются тонкой пунктирной рамочкой. Вы это видите. Также либо отсюда, либо из структуры. Если это нужно, я могу удалить. Также перемещение местами. Просто зажимаем левой кнопкой мыши. Смотрите, текст. Поднимая выше, вы видите, текст становится выше плагина соцкнопок. И также это можно сделать обратно. Причем это можно делать, перемещая, например, другие элементы. То есть, смотрите, вот текст. Правой кнопкой мыши вызываю его, чтобы сразу подсветить его здесь. Делаю, например, дубликат. Вот иконка клонирования. Сюда же вставить. Вот он. И теперь этот текст я могу переместить, просто используя, зажав левую кнопку мыши и зажав и прокручивая колесом мыши. Вот сюда его, например, поместить. Вот, видите, я перенес. Ну, тут надо набить руку. Я перенес сразу два элемента сверху. Всегда можем нажать на стрелку «Отменить действие». Единственное, что здесь не хватает, смотрите, если я разворачиваю пейдж, всю страницу, например, кликаю по секции. Да, меня прокручивает к нужному элементу. Но если элементов много, вначале вам это будет немножко неудобно, нужно будет привыкать. Или если вы взялись редактировать страницу, готовую страницу, когда делал кто-то другой. Вы заходите, вы ее не создавали, вы не знаете, где какой элемент. И просто вот так кликая, непонятно, где я нахожусь конкретно, если я хочу добраться до определенного плагина. Вот изображение. Кликаю, где оно. То есть здесь не хватает, когда я двигаюсь по структуре, чтобы на сайте элементы подсвечивались как-то. Это небольшая отсылка к разработчикам. Возможно, они добавят обновление. Да, это сделано здесь. Мы можем кликнуть правой кнопкой мыши, нажать, и тогда в структуре подсветится конкретный плагин. Но что, если я не могу к нему добраться? Этот плагин скрыт под другим плагином, то есть я его не вижу. Такое бывает в Gridbox. И тогда здесь нужно методом тыка, по сути, вслепую понять, где находится какой элемент. То есть он не подсвечивается. То есть есть все равно, несмотря на нововведение, есть недостаток, на мой взгляд, но структура уже есть. И если они внесут это изменение сюда, подсветку элементов, тогда это упростит абсолютно всю работу над сайтом. Информация для тех, кто хочет освоить конструктор страниц Gridbox на высшем уровне, узнать все детали и тонкости. Для вас я специально приготовил пошаговый видеокурс. Здесь сейчас увидите информацию. Лендинг пейдж на лету 2.0. А также и другие продукты, полезные от компании Belbo. Например, это конструктор форм. Для построения лид-формы, для сбора заявок тоже очень важная тема. Технологии Drop&Drop. Все очень быстро, красиво, можно очень сложные формы настроить. Калькулятор, услуг и так далее. Для этого я подготовил вот здесь вот информация, курс по формам. И, конечно же, я хочу, чтобы вы сэкономили на приобретении данных веб-инструментов. Я предлагаю уникальный, бессрочный промокод с 50% скидкой на приобретение всех продуктов от компании Belbo. Бессрочный промокод с 50% скидкой на приобретении данных веб-инструментов.